Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня важное видео про пигментные пятна. Почему они возникают? Почему в старости их становится всё больше и больше? Как не допустить пигментные пятна и как их устранить, если они уже есть? Витамин С и его связь с пигментными пятнами. Когда и почему витамин С не усваивается? И в каком виде его нужно применять? А также, из чего делают аскорбинку? И при чём тут сахар? Я уже делал несколько видео по проблемам, связанным с кожей. Это и видео красные точки на коже, видео как избавиться от прыщей и угрей, видео папилломы, кератомы и бородавки. Даже делал видео обвисшая дряблая кожа, как сохранить молодую кожу, как убрать морщины. А сегодня я закрою тему о коже своим новым видео «Пигментные пятна». Итак, какие же есть проблемы возникновения пигментных пятен? Основных этих проблем две. Первое – это проблемы с печенью и с почками. И всевозможные кисты, фиброзы, ухудшение функции фильтрации этих органов. Всё это вызывает в том числе и проявление на коже в виде пигментных пятен. В основном на висках и верхней части лба. Есть свои зоны и проекции на коже. Наверняка вы об этом уже слышали. Кстати, витилиго – это обесцвечивание и увеличение контраста разных зон кожи. Это аутоиммунное заболевание. И я о нём говорил в своём видео о печени. Посмотрите его непременно, кому это будет интересно и нужно. Вторая проблема и главная проблема, основная, массовая, именно вот этих классических пигментных пятен – это дефицит витамина С. Напоминаю, что витамин С – это один из самых сильных антиоксидантов среди витаминов. Он защищает кожу от окислительных повреждений. Почему же в старости пигментных пятен становится больше? Да потому, что дефициты питательных веществ, в том числе витамины С, становятся с годами всё больше. Эти дефицитные состояния накапливаются с годами. Организм ведь не вечен, и сопротивляться негативным внешним факторам воздействия окружающей среды, иных факторов, уже не может так, как в молодости. С возрастом процесс аутофагии, самоочищение организма на клеточном уровне, нарушается. Тем более, если нет адекватного и интервального питания. Ну, то есть, так называемого условного интервального голодания, хотя бы 6-18. Да и гормон роста с возрастом уже не вырабатывается практически. А значит, нет омоложения тканей и поддержаний в должной мере. А что едят в основном люди в старости, да вы сами это знаете прекрасно. Это пустые макароны, не имеющие ничего живого. Ни ферментов, ни витаминов. Такой же точно мёртвый хлеб, да ещё на термофильных дрожжах. Картошку, то есть сплошные варёные крахмалы. Тем самым убивая печень. Смотрите моё видео про печень непременно. Ну и ещё едят химические конфеты. А за редчайшим исключением, живую пищу, зелень, не едят. Понятно, что денег у многих нет, особенно у нас в стране. У кого-то и родственников уже нет. Кто мог бы и должен был бы помочь старикам покупать нормальную пищу или выращивать самим и давать им. И это ужасно. Но я же говорю сейчас о фактах происходящего. То есть о причинах и следствиях говорю. А держатся эти старики только на огромном, колоссальном запасе прочности, данном от природы и от родителей. То есть на сильной генетике, данной от рождения. На том держатся, что их организмы формировались 90-100 лет назад, когда условия среды, экологии, другие факторы были иными. Многих факторов отрицательного воздействия на организм тогда не было. И практически всё закладывается в первые годы жизни. Наперёд. Для некоторых фантазёров скажу. Ну для тех, кто говорит, мол, всё это ерунда. Вот, мол, бабушка, дедушка ели, пили, что угодно, жили там до 95 или 100 лет. Так вот скажу таким умникам. Вы при вашем нынешнем питании, образе жизни и факторах воздействия окружающей среды столько не проживёте, даже и не мечтаете. И прекратите уже сравнивать несравнимое. Мне, видимо, всё же придётся снять видео вот для таких людей с таким названием. Почему вы не проживёте столько даже на ЗОЖ, сколько оставшиеся долгожители живут и жили ранее на неправильном питании? Хотите, я сделаю такое видео, где всё по полочкам разложу, разжую? Тогда в описании под данным видео напишите, что вы хотите, чтобы я снял такое видео. Идём далее. Витамин С разрушается от термообработки, от высоких температур, имейте это в виду. Это вам не термостойкий витамин В12, которому не страшна термообработка. Отчего же цинга была у первопроходцев и мореплавателей в прошлые века? Ну, как крайняя степень дефицита витамина С, я думаю, вы знаете об этом. Да от того, что и как они ели, а всё варёное ели и жареное. А что едят люди в основном сейчас, в наши дни, вот в наши дни рафинированного фастфуда? А старики что едят? Кстати, полагаю, что не лишним будет мне сделать видео ещё одно про витамин С. Ну, как я делал видео, скажем, про витамины группы К и группы Д. Сделать такое видео? Напишите тогда внизу в описании, стоит ли, хотите ли. Дорогие товарищи, никогда не покупайте витамин С в виде поливитаминов и синтетических там таблеток, дрожжей, капсул, пилюлей и в иных формах. Не калечьте себя. Вероятно, придётся снять мне видео ещё и это с таким названием. Почему синтетические витамины опаснее антибиотиков? Да-да, это не преувеличение. Но, конечно, если вы покупаете витамины не биологического синтеза, а химического. Кстати, когда дёсны опускаются, ищите причину в дефиците витамина С. Так стоит мне сделать видео на данную тему? Напишите ниже в комментариях. Да, кстати, если кого-то из вас интересует тема жизни на земле, на природе, то обязательно подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Вот он. Вы можете на него также подписаться, перейдя на этот канал, посмотрите очень интересные видео на нём, особенно последние. Я думаю, что вам будет и интересно, и приятно его смотреть. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с Ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить ещё и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле «Подписаться». Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку «Подписаться». И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Итак, никаких аскорбинок не ешьте, если не хотите, конечно, потерять здоровье. Их, ну кто не знал, производят на химических заводах из кукурузного и иного крахмала и серной кислоты. Они из выжимок растений, потому что такой витамин С стоил бы в десятки раз дороже, а вы же хотите дешевле, ну большинство. Ну вот вам и синтетика на всех и дешево, со всеми вытекающими последствиями этой дешевизны. Так как же получить витамин С естественным путем, натуральным, вы спросите, да, чтобы он был полезным, усвояемым, так необходимым нам? Есть два пути. Первый – это цитрусовый, особенно лимон, это трава маринга, посмотреть мое видео про аутофагию непременно, это кизил, рябина, шиповник, это, конечно, черная смородина, вишня, облепиха, это клюква, брусника, конечно же, капуста, особенно квашеная белокочанная капуста. Кстати, там есть еще и витамин К2, так необходимый для того, чтобы кальций провести в кость, в костную ткань. Да-да, не витамин Д3 для этого нужен, а он тоже необходим для костей в том числе, но именно проводит кальций в кость витамин К2. У меня было об этом видео. Конечно же, в сезон можно потреблять киви, фейхуа, да и вообще все, что кислое в плодах, это как раз и есть витамин С, по сути-то, но не только. Например, петрушка, любая зелень тоже содержит довольно-таки немалое количество витамина С. А много ли зелени вы едите? Спросите себя честно и ответьте себе на этот вопрос. Конечно же, нужно налаживать и естественный синтез витамина С. У нас есть такая возможность, функция организма, но для этого нужно в себе взрастить родную симбиотическую микрофлору нашу в должном количестве, убрать синдром раздраженного дырявого кишечника, дисбактериозные состояния и тому подобное. Приведите в порядок в любом случае, не только для того, чтобы восстановить нормальную пигментацию, то есть убрать пигментные пятна с кожи. Так вот смотрите мои видео. Во-первых, пищеварительная система, интервальное голодание, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника и калории. Я не просто так советую смотреть эти мои видео. Не поленитесь, это все для вашего здоровья, для того, чтобы вы сами поняли, как устроен организм и что нужно делать, по крайней мере, если не будете лениться и будете знать, что делать, то вы получите непременно результат. Ешьте обязательно больше зелени. Можете применять хлореллу, спирулину, это концентрат питательных веществ, в том числе витамина С. Можно делать хвойные коктейли из молодых веточек ели при росте этого года. Это будет прекрасно, там много витамина С. Видите, я говорю вам разные варианты решения данной проблемы. Кстати, шиповник один из рекордсменов, правильно об этом говорят, витамина С. Только не кипятите его, не делайте ошибки, не сводите его пользу в ноль. Нужно запаривать его, помещая в термос и заливая не кипятком, а водой 70-80 градусов. Только экспозицию, то есть выдержку, держите дольше в два раза, чем рекомендуют при кипячении. Тогда вы получите его в десятки, я не преувеличиваю в десятки раз больше концентрацию, в этом отваре на паре, правильно говорить, чем при кипячении. Но я говорил вам только про первый путь получения витамина С, для тех, кто не будет лениться, кто потратит время на эту пищу, на эти напары. А о втором пути получения натурального витамина С я расскажу чуть далее. Знайте еще и о том, что сыворотки и различные кремы для кожи по устранению пигментных пятен вам не помогут. Временно отбелить кожу можно. Убрать, устранить пигментные пятна, например, перекисью водорода. Но это не устранит, как вы, я надеюсь, понимаете, причину появления пигментных пятен. И для кожи это небезопасно, если делать такие процедуры часто. Помните, что перекись водорода – это окислитель. А вы ведь, наоборот, хотите защитить крымами и иными средствами, которые применяете свою кожу от раннего и чрезмерного старения. Не так ли? То есть как раз вы хотите защитить кожу от окисления. А перекись водорода – это окислитель. Да, но она уберет пигментные пятна временно. Есть еще методика снятия пигментных пятен соком чистотела. Но там есть тоже свои нюансы. Возможно, эта методика вам и не пригодится. Вы просто измените питание, очистите печень, перейдите на интервальное питание. Помните, что витамин С может поступать в кожу только через кровь. То есть изначально через кишечник и током крови он уже доносится, как и все прочие питательные вещества до каждой клетки организма именно током крови. В том числе в клетке кожи. Только так и никак по-другому это не происходит. Так что если кто-то вам советует крыма маски с витамином С для кожи, тот неуч или просто подлец, так как это абсолютная ложь. Витамин С через эпидермис не проникает в глубинные слои кожи и не усваивается кожей, а только усваивается через кровь. Чтобы витамин С хорошо усваивался, уберите из своего рациона питания сахара, избавьтесь тем самым от своей инсулинорезистентности. А если вы вечерами хотите есть, а кто-то даже ночью, то она, инсулинорезистентность, есть у вас на 100%, точно, абсолютно. А именно инсулинорезистентность, дорогие товарищи, мешает усвоению витамина С, даже если у вас в организме достаточно. Так как при высоком инсулине истощаются запасы витамина С, так как организм не может его использовать, даже если он есть, как я уже говорил, в пище. Ну и, соответственно, есть в организме. А ведь витамин С, помимо прочих своей функций и задач, он ведь защищает кожу от повреждений ультрафиолетом, так как он именно антиокислитель, антиоксидант. То есть он защищает от пагубного воздействия ультрафиолетово-солнечного излучения. Более того, витамин С также участвует в формировании коллагена, а кожа и состоит из коллагена. Она, по сути, и есть коллаген. Вот вам двойная прямая связь. Что касается проростков, обратите особенное внимание. В них в проростках много витамина С, в разных проростках. Но я советую есть проростки семян амаранта и брокколи. Непременно посмотрите вот это мое видео про семена брокколи. Другие проростки я не советую проращивать и есть, так как в них много лектинов. Исключение составляют вершки любых семян в плане проростков. Так как именно в зернах, грубо говоря, в корешках содержатся лектины, но не в вершках. Поэтому можно состригать, скажем, вершки проростков пшеницы, ячменя и делать из них сок. Или покупать вот готовый уже ветграс, концентрированный в виде таблеток, скажем, или порошка. И потреблять это будет польза. Так же, как и хлореллу и спирулину. А теперь как раз второй вариант. Где же еще есть концентрированный, натуральный, органический витамин С? А это как раз вот этот уникальный продукт, о котором я во многих своих лекциях уже говорил. Фирма Дюалайф. Это первый в мире концентрированный витамин С, органический, полученный именно из выжимок определенных растений. Аналогов ему в мире нет. Он абсолютно безвредный. И это самый простой способ получить большую, достаточную дозу. А нужно, напомню, грамм-два в день потреблять этого витамина. Тем более, имея определенные проблемы со здоровьем. И, конечно же, имея пигментные пятна. Так вот, это самый простой способ. Конечно же, вы можете выбрать любой. Или совместить между собой два пути. Через питание, непосредственно получая из продуктов питание. И второй способ, вот, о котором я только что вам сказал. Выбор за вами. Итак, подведем итоги. Как же убрать пигментные пятна и как не допустить их появления вновь? Или с возрастом. Во-первых, убрать из рациона сладкое, сахара. Убрать вареные крахмалы. Восстановить нормальную работу печени и кишечника. Это необходимо любому и в любом случае. Советую перейти на интервальное питание. Нужно потреблять витамин С из пищи и с помощью натуральных добавок. Но можно применять и внешнее воздействие на кожу. Если кто-то захочет применить действенные внешние меры по быстрому устранению пигментных пятен, то вот вам мой мини-инфопродукт номер 12. Ссылочка будет в описании. Но помните, дорогие друзья, о питании. Что нужны, конечно, всегда комплексные меры. Комплексные меры всегда разумнее и всегда эффективнее. Ну, на этом сегодня все. Если вам данное видео понравилось, ставьте обязательно лайки. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Выберите получать все уведомления. Ну и, конечно, подпишитесь на рассылку на моем сайте nadgar.ru. На сегодня все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну и до новых встреч. Смотрите мои видео. Всего хорошего.